здравствуйте друзья я снова рад приветствовать вас на своем канале в этом 2016 году праздники закончились я немного отдохнул надеюсь что это же немного отдохнули вот так что мы с новыми силами возьмемся с эту визуальную новеллу и я ее уже закончу ну то есть закончу ветку его савы как там будет дальше я не знаю посмотрим вот так я почти перевел всю ветку его савы там осталось еще чуть-чуть на это уже фигня и нас полил себе конечно немного на эту ветку что мне сказать про эту ветку я даже не знаю как ее характеризировать наверное подходящее слово будет странная да она действительно это ветка странная вот что я могу сказать даже не знаю может меня закрадывается такие мысли что лучше было бы его саву даже и не останавливать пусть она исчезла бы в самом начале и и не происходило все это что будет происходить вот ну да ладно это все фигня вы сами все увидите и будете сами судить насколько это ветка хороша или плохая мы в конце с вами это обсудим и так мы закончили на миссии по замене экзаменационных анкет тенчи на фальшивые и сейчас у нас начался урок и собственно старт самой операции так что не будем затягивать давайте сразу же и приступим так поехали для начала напишу свою фамилию от анаши имени я своего не помню поэтому перейду сразу к вопросам я медленно пробегая пробегаю по вопросам заполняя их по очереди что я же вроде как потерял память почему эти вопросы для меня такие легкие можете невероятно умный я еще тогда удивлялся что ты знаешь столько много при разговорах с его савой на разные темы и при том что ты память потерял но это начи я даже не знаю что сказать ты прям гений только не вздумайте отвечать на вопросы серьезно есть риск исчезнуть не вспомнил слова юри вот блин я быстро начал затирать все ответы не ду не нужно было отвечать на вопросы серьезно спустя какое-то время прозвучал звонок целью этой операции была замена анкет тэнчи поэтому я просто написал что-то в ответах что-то что пришло в голову а теперь время начинать операцию по замене анкет интересно как хината будет отвлекать внимание на себя так теперь передайте анкеты начиная с конца все начали передавать анкеты вперед когда анкеты достигли первого ряда хината вдруг встал с места указал пальцем в окно и громко крикнул что это такое на улице неожиданно выросли гигантские бамбуки один за другим тишина класс посмотрел на него и тихо обернулся в другую сторону вот идиот хината хината стиснул зубы сел на свое место и опустил голову и тут баум тело хинаты вместе со стулом взлетела вверх со звуком хрясь его голова врезалась в потолок и он вместе со стулом упал на свое место ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Хинута начал кричать, схватившись за голову. Когда все обратились в свой сорт на Хинуту, так я ему в это время поменял анкеты Тэнши. Когда наступил перерыв, мы собрались возле Юри. На случай, если вы провалитесь, я установил осиловые движки под креслами. Ну как, ощутил себя космонавтом? Так я же сразу, как только взлетелся, ударился в потолок и упал. К тому же, когда ты успела изготовить силовые движки? Я же дала тебе второй шанс, будь мне немного благодарен. Ну как, операция прошла успешно, Такеяма-кун? Все как по маслу, и называйте меня... Тогда следующим будет Такама-кун. Что я? Будешь отвлекать внимание всего класса. А разве это не роль Хинаты-сама? А почему сама? А, Сана. Хината-сана. Ты слышал поговорку о мальчике-волке? Если повторять одну и ту же ложь, то она теряет свое значение. Верно. А, ну и так же, для того, чтобы я ищу голову... Что? Только не говори, что именно для этого ты собрала нас всех здесь. Да ты просто дьявол, я отказываюсь. Ты сделаешь это. Сдавайся и попробуй. А потом проверь высоту комнаты своей головой. Мне нужно, во что бы то ни стало отвлечь внимание учеников. Он схватился за голову и начал думать. Похоже, что следующим буду я. Лучше уже придумать что-то. Я тоже? Я что, тоже буду? Я буду стараться, но... Я буду стараться, но... Я буду стараться, да? В приоритете идут парни. Но, возможно, что и твоя очередь придет. Что? Ну тогда и мне лучше заранее подготовиться. А что мне написать в следующей инкете? Ах, повезло тебе. Только сидишь себе, делаешь подмену, а не отвлекаешь внимание. О чем это ты говоришь? В этой миссии тоже есть огромный риск. Тогда давай поменяемся. Не хочу. Я бы не хотел. Куджиун, я бы не хотел. Так и знал, что это легче. Тебе повезло, что ты такой везунчик в лотереях. Это только я не могу. 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 Эту операцию могу сделать только я. Вы просто отвлекаете внимание, и вам больше. Ничего не нужно делать. Что? Ты говоришь, что я дурак? Эй, вы! А ну прекратите! Когда Юрий крикнула, в классе стала мертвая тишина. Тенчи встала с места и посмотрела в нашу сторону. У Юрия на лице написано, что это плохо. Первое. Пойти извиниться. Второе. Предоставить это другому. Ну, давайте пойдем. Я быстро подошел к ней. Тенчи встала. 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 Извини, мы просто проверяли, какие ответы дал на вопросы. И оказалось, что Хинато получил ноль. Всё как обычно. Так что не волнуйся, хорошо? Извини, что шумели. Всё будет в порядке. Вот как. Она села на своё место и начала готовиться к следующему тесту. Я вздохнул с облегчением и отправился назад. И зачем я это делаю? Дурак. Кто? Ну так что мне написать в следующей инкете? Какой там предмет? Всемирная история. Тогда напиши во всех ответах о вторжении инопланетян на Землю. Теперь это Наши себе представляет, как это будет выглядеть. Множество разных материалов собиралось со всей провинции Римской империи. И привозили в столицу Рим, чтобы империя процветала. Напишите имя династии, которую Рим уничтожил, чтобы получить такой важный для них Египет. Династия типа Адаманский. Что за дурацкий ответ? Я схватился за голову. Кто-то потянул меня за край пиджака. Что? Ты так сильно волнуешься. Оно появилось! Неожиданно передо мной появилась Тачибана. Нет, не в этом дело. Это НЛО, типа Адаманский. Юфо? НЛО? Да, я вдруг вспомнил об экспериментах над коровами, и мне стало страшно. Но благодаря тебе мне вдруг полечало. Так что спасибо. Да, тогда хорошо. Вот как. Тогда я очень рада. Блин, зачем он думает всю эту хрень? Следующий тест начался. Эти вопросы для меня тоже оказались слишком легкими. Поэтому я ответил только на несколько. Теперь я освободен остальные 50 минут. Интересно, что придумает Токамадзу? Прозвонил звонок. Так, соберите анкеты с конца. Я взял передающие мне анкеты сзади, положил к ним свою анкету и передал вперед. Когда анкеты оказались на первом ряду, с места поднялся Токамадзу. Что случилось? Что случилось? Учитель, на самом деле я... Учитель, на самом деле я... Он сорвал с себя одежду. У меня ускоренный обмен веществ. Он показал всем свое... Рифлейное тело. Мускулистое тело. Все посмотрели на него и тихо отвернулись. Что скажете? Понял, садись. Разочаровавшись провалом, он сел на свое место. И сразу после этого... Бум! Он полетел вместе со стулом к потолку. Но на этот раз стул еще и крутился. С вертушкой? Он грохнул за потолок и упал обратно. Полуголый, он упал на землю и потерял сознание. Наверное, удар был слишком сильным. В этот момент Токияма успел поменять анкету Тэнши. Когда настал перерыв, мы снова собрались возле Юри. Вот же ж, блин. Как ты мог говорить такую глупость с такой уверенностью? Я был уверен, что это сработает. Но жизнь не всегда справедлива. Нельзя судить человека по обложке. Потому что он закаляется в тени. Хватит, оденься уже. Но все же, вертушка там была лишней. Ты должен был отличаться. Так что все отлично. Я дала тебе второй шанс. Ты должен быть благодарен мне. Все прошло гладко, верно, Токияма-кун? Все как по маслу. И пора бы уже называть меня. Тогда следующий будет Ирия-сан. Что? Я не знаю никаких шуток или чего-то, что может отвлечь внимание на себя. Да мы тоже не сильны в этом плане. Поэтому одного твоего вида достаточно. Точно, а ведь Ирия сидит в параллельном ряду. Довольно близко. Да, это правда. Мне тоже нужно говорить. Не волнуйся, все будет в порядке, если ты признаешься в любви Тэнши. Хорошо. Что? Что ты только что сказала? Ты признаешься Тэнши в любви. Скажешь, извини, что выбрала такое время и место. Но я все это время любила тебя. Давай встречаться. По-моему, это уже выходит за пределы приличия. Согласен. К тому же, они обе девушки. Это запретная любовь. Да, это даже лучше, что запретная. Так мы точно привлечем внимание к ней. Так. Первое. Я тоже хочу это увидеть. Второе. Аяма пусть это сделает. И третье. Действительно, это уже слишком. Ну, я хочу это увидеть. Не знаю, как вы, но я хочу. Я тоже хочу это увидеть. Может, даже все пройдет гладко. Что ты в своем уме, Атонаши? Не знал, что у тебя есть такие хобби. Вкусы. Или скорее фетиши. Фетиши, да. Есть, нет. Есть. Да. Да. Серьезно, я, конечно, знаю, что парням обычно нравятся такие вещи, но все же... Ну, так что, Ирия-сан? Ну, это... Хорошо, я попробую. Похоже, что она собрала остатки храбрости и решила попробовать. Итак, что мне написать в следующей энкете? Какой предмет? Японский. Тогда напиши всюду какие-то иероглифы. То есть, имеется в виду не иероглифы японские или китайские, а иероглифы что-то типа древнеегипетских иероглифов или что-то в этом роде. В рисунках на стене. Вот, типа что-то такого. Кто занимал главное место в Совете Сёгуна в 1853 году? Вау, а так Яма сможет написать такие иероглифы? Ему нужно полдня рисовать их. Ладно, проехали. Да так напишет, разве что только сумасшедший. Это уже было слишком. Отонаши-кун, ты снова волнуешься? Снова Тенчи потянула меня за край пиджака. А нет, не в этом дело. Просто древняя Майя... Древняя Майя... Майя-чин? Древняя Майя? Что-то у меня вдруг мязы свернуло. Но благодаря тебе уже всё в порядке. Спасибо. Вот как. Ну тогда я рада. Тесты снова начались. На этот раз Ирия будет признаваться Тенчи. Мне кажется, что она слишком серьёзно настроилась. Всё ли будет в порядке? Для начала напишу несколько ответов в анкете. Прозвучал звонок. Отлично, заберите анкеты. Все начали передавать наперёд анкеты. И когда анкеты достигли первых рядов... Ирия неожиданно поднялась с места. Извини, что выбрала неподходящее место и время. Но я давно уже люблю тебя. Давай встречаться. Повернувшись с Тенчи, она призналась в любви. Её лицо стало красным. От стыда. После этого все парни в классе начали аплодировать ей. Похоже, что для них это было шокирующей неожиданностью. Что скажет Тачибана? Разве президентство совета вообще интересуется этим? Нет, конечно же интересуется. Да и ответ президентству совета. Если бы это был парень, мне уже было бы интересно. Но когда это девушка, то это в сто раз лучше. Действительно, принимай предложение. Да, я тоже за. Это отонащить. Верно, верно. Дай прямой ответ президентству совета. События приняли невероятный поворот. Эй, а ну замолчите. Учитель крикнул, чтобы успокоить учеников, но они все никак не успокаивались. Благодаря поднявшейся шумихе, Такьяма легко заменил экзаменационные анкеты. Учитель собрал все экзаменационные анкеты и вышел из разшумевшегося класса. Ну и что ответит Тачибана? Тенчи поднялась с места. Она обернулась в сторону Ирие и посмотрела на нее. Все сразу затихли в ожидании. Ты не против, если мы для начала подружимся? Все парни в классе снова начали аплодировать этому ответу. Ирия тоже поклонилась. Лицо у нее почему-то было красным. Тем не менее, операция прошла успешно. Мы снова собрались возле Юри. Как же я волновалась. Ты отлично справилась, Ирия-сан. Согласен. Слушай, мне показалось, или ты недавно кричал? Я тоже за. Кричал, не кричал. Кричал. Да, кричал. Да, да. Ты такой шум? Верно. У тебя что, такой фетиш? Да, такое импульсивное признание в любви. Это же идеальный крис-джендер. Вот как. Ну, я не знаю, как это на это отреагируют другие члены фронта, но я теперь буду осторожней возле тебя. Сказать что-то в ответ, просто тихо молчать. Сказать. Ты что-то имеешь против Юрии? Что? Ну, если в нашей команде будут ребята, которые так открыто говорят о своих сексуальных предпочтениях, то это может повлиять на нашу командную работу. Разве Юрии может повлиять на командную работу? Я обернулся к Юрии и спросил. У нас нет запретов на личные предпочтения, но во время операции все это запрещено. Вот как. Понятно. Ну, наверное, ты права. Я сдался. Действительно, ты же уже перегибаешь палку. Как мое мускулистое голое тело могло проиграть? Да мы уже все поняли, одевайся поскорее. Ну что, ребята, пойдем кушать? Она предложила это с улыбкой. Сегодня я вас угощу за то, что вы так старались. Со словом... Со словом... Та-да! Она разложила на стол талоны, будто игровые карты. Давайте, кто успел, тот не... Кто не успел, тот опоздал. Удонしかないんだが... Почему здесь все талоны только на удон? Ну, у меня больше ничего не осталось. Тогда почему ты одна взяла кацудон? Ватс, вай? Почему ты так говоришь, будто он невероятно популярный? Он вообще не популярен. Да у меня просто привычка так говорить. Какая несправедливость. За исключением Юрия, мы все кушаем удон. Какое бы это ни было блюдо, и сколько бы мы раз его не кушали, у макаронов всегда глубокий и приятный вкус. Я думаю, ты ни разу не прокололся, таки, Юмакун, верно? Да, все прошло идеально. А еще, на случай, если вы забыли, называйте меня... Блин, в этот раз меня запустили в потолок, грохнули головой об него, и я упал обратно. Сколько мне еще предстоит пережить таких ужасов? Все это время, пока мы будем писать тесты. Тогда пусть завтра идут другие члены фронта. Мацушито-кун и ТиК слишком тяжелые. Ты что, выбирала только самих легких? К тому же, если ты будешь столько раз запускать стулья в полет, то все просто потеряют интерес к этому. Все будут просто сидеть и думать, ах, снова кто-то полетел. Поэтому я и добавляю к полетам разные спецэффекты, типа вертушки. Нам же очень страшно сидеть и не знать, что нас ждет. Мы же ведь напарники, верно? Ну тогда помогайте мне. Страшно! Знаете, а я согласилась ведь на дружбу с ней. Но что мне теперь делать? Это было просто операция, так что не вижу проблем, если ты просто проигнорируешь ее. Это, как-то, я хочу подниматься. Нехорошо как-то. Я буду чувствовать себя виной. Буду чувствовать вину. Если это не нарушает мороль фронта, то я не запрещаю любых контактов с ней. Агрессивного врага лучше атаковать первым. Атаковать? Атаковать? Как? Сексуально-платонической любовью. Сексуально. Сексуально. Да, для начала, поцелуй ее. Что? Это невозможно! Нет, нет! Похоже, что она столкнула с большим препятствием. Ведь это же Тенжи, разве тебе не страшно? Пока она не настроена на враждебном, все будет в порядке. Может, мне в следующий раз снять трусы? Лучше не надо. Потом мы просто молча сидели и кушали. Когда мы закончили кушать... Жду вас всех завтра здесь. А на сегодня все свободны. Юрия поднялась и прокричала, информируя нас, что мы свободны. Осталось только вечером сходить на регулярные совещания. Так. У нас есть Ива Сава. Когда все разошлись, я ушел в тумную комнату, в которой сидела Ива Сава и смотрела партитуру. Похоже, что ее совсем не волнуют тесты. Придумываешь аранжировку? Нет, сейчас пишу слова. Мелодия уже готова. Я не очень разбираюсь в этом, но разве сначала не пишут слова, а потом мелодию? Но это зависит от человека. Я всегда сначала пишу мелодию. Знаешь почему? Знаю, не знаю. Наверное, знаю. 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 О, если действительно знаешь, то это невероятно. Ну и почему? Так, первое. Потому что ты сильна в написании слов к песне. Второе. Потому что песня зависит от аранжировки. И третье. Потому что ты любишь спонтанно писать песни. Потому что песня зависит от аранжировки. Наверное. Потому что песня зависит от аранжировки. Хорошее предположение. Действительно, бывают моменты, когда песня зависит от аранжировки. Но я не поэтому так делаю. Это, конечно, моя точка зрения. Но если мелодия получится плохой, то какими бы хорошими ни были слова, ей не удастся передать заложенный в ней смысл. Интересный разговор. Ты что, все время пишешь сначала музыку, чтобы передать в песнях свое послание? Да. Но иногда, если песня звучит хорошо, даже без послания, то она остается хорошей. Я думаю, такой рок тоже существует. Но все же, я хочу заложить в своей песне послание. Чтобы наши песни тронули чье-то сердце. Я хочу, чтобы они проникли очень глубоко. Понятно. Ты хочешь задеть струны сердца? Наличка? Ты что, о деньгах говоришь? Там есть колумбур. Слово струны сердца и наличка очень схожи по звучанию. Поэтому она не знает, что такое струны сердца и подумала, что он говорит о наличке. О деньгах, в общем. Нет, я говорю о струнах из сердца. То есть струны сердца. Это значит задеть чувства людей, которые сидят очень глубоко. Такие слова существуют? Да, ты попал в точку. Я хочу задеть струны их сердец. Кто это? И тогда я очень проголодался. Черт, так стыдно. Ивасова, наверное, и слышала это. Опа, а ну-ка подожди здесь немного. Ивасова начала писать что-то в блокноте. Я терпеливо ждал несколько минут. Отлично, закончила. Ээээ, что ты закончила? Я услышала бурчание твоего живота. Это сподвинуло тебя на написание песни? Да, я никак не могла избавиться от тяжести, которая переполняла меня. Но благодаря тебе я вспомнила, что жить, значит всегда чувствовать голод. Всегда чувствовать голод? Это какой же жизнью она раньше жила? Прочитать тебе? Прочитать лучше не надо. Но прочитать. Ну, прочитать. Тогда слушай. Название песни... Горячая еда. Хоттомир. Горячая еда. Ивасова начала читать. Измученная, я иду по дороге домой. Придя туда, я ложусь в холодной комнате. С этим я засыпаю. Краем глаза я увидела великолепный завтрак. Но мне всё равно, даже если мой желудок пустой. Я уверена, что впереди есть что-то для меня, что спасёт меня. Поэтому я пою. Эти чувства делают меня сильнее. Делают меня непобедимой. А среди дороги сидит человек. Поговорив с ним, я заметила, что мы похожи. Но, пошутив друг с другом, я продолжаю кричать в темноте. Такое тоже случается. Но я не остановлюсь. Грандиозное выступление поглотило тишину. Даже если ты спишь всего час, всё будет в порядке. Пока не наступит день, здесь живая сцена. В руке кружка кофе. Банка кофе. В руке банка кофе. Поставив микрофон, я пою со всеми. Я поддерживаю ритм. Если я потеряюсь, я всегда возвращаюсь в это место. Я всегда буду петь. Не знаю, где меня это приведёт. Да, да, добро пожаловать. С тобой уже всё в порядке. Горячий завтрак уже ждёт тебя. Ты жила, даже не замечая этого, верно? Покушай хорошенько и забудь обо всём. Чёрная как ночь, шумная ворона всегда кричала. Всегда плакала. Кар-кар плакала. С пустым животом. Действительно, она голодом вдохновлялась. Но услышав это, мне вспомнилось что-то. Первое, трагические чувства. Второе, реальность. И третье, банка кофе. Первое, наверное. Как-то эта песня запомнилась мне трагическими чувствами. Что? Это плохая песня? Дело не в этом. Просто мне показалось, что тебе не важно, что будет с тобой. Ты стремишься только принести радость другим. Ну, это потому что я голодная, плачущая ворона. Но здесь очень важно чувство голода. Чтобы, как раньше кто-то сказал, затронуть струны сердца. Если этого не будет, то это будет просто радостная песня о людях, которые веселятся вместе. И тут я заметил. В песню вороны заложено похожее послание. Кроусонг, то есть песня вороны. Ивасао всегда приносит радость всем, но сама остается ненавистливой всем вороной. Я вдруг вспомнил слово «самопожертва». Всегда приносит всем радость и никогда ничего не требовать взамен. Ты невероятная, Ивасао. Чего это ты вдруг? Я смущаюсь. Будь всегда такой, какой ты есть. Я ведь неуклюжая. Так что, скорее всего, не изменюсь. Даже за целую вечность. Когда она сказала это, смотря мне в лицо, то я сам застеснялся. Чтобы наш действующий отряд мог проводить операции, у Ивасао есть обязанность выполнять роль диверсионного отряда. Мне тоже стоит перестать валять дурака и хорошенько задуматься об этом. И когда закончатся экзамены, позвать ее на свидание. Думая об этом, я покинул пустую комнату. Я стою возле мусоросжигательной печи и жду, когда меня позовет Юса. Так, ну, я думаю, мы на этом уже закончим сегодняшнюю серию. Следующая серия будет тоже на этой неделе. Где-то под конец недели, наверное. Вот, я постараюсь выпускать чаще серии теперь, чтобы побыстрее закончить с английскими ритмами. Вот, так что серий будет больше и, надеюсь, вам будет интересно смотреть. Ну, а пока что все. Всем удачи и до встречи. Пока, ребята.